мероприятие онлайн и увидеть, что происходит, так скажем, на полях. Коллеги, добрый день, рада вас слышать. Аня. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Аня Тимилетова, Севенбург. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Да, у нас сегодня с вами большой вечер, круг наших слушателей. Видео участников, это наши студенты сегодня подключились к нашей экскурсии. Я надеюсь, что они будут активными участниками нашей экскурсии. Очень здорово. Ребята, у нас в процессе будет знакомство, поэтому будьте готовы. Мы будем подключаться. Они сейчас все испугаются и выйдут. Это пожелание, конечно же. Мы же никого не выставляем. Для кого это будет интересно, то можно обязательно будет подключиться, можно будет представиться, рассказать о себе, кто вы, откуда вы, из какого вы города. Для слабослышащих представиться, коротко описать, как вы выглядите, какой у вас облик. Если вы мужчина, вы с бородой, без бороды. То есть это тоже такой немножко своеобразный интерактив на наших мероприятиях. Мы его как-то так вот ввели уже за традицию. И это тоже помогает немножечко визуальное представление о человеке сформировать лучше, особенно для тех, кто плохо видит. Суат, подключается? Может, вы дадите нам представление, как это делать? Конечно. Да, конечно. Нет. Конечно. Hello. Sens,that's the one. Hello, hello. Суат is here. Да. Да. Мун не Glasная. Ос routin'est. Что-то типа эхо. У Panthering turnover. Можно можете сделать что-то? Может, это очень качество? Продолжение следует... Так, мне нужна буквально минутка, и я запущу сейчас трансляцию, и мы, думаю, можем начинать. Надо уже тоже вместе. А перевод у нас будет транслироваться в чат, да, Аня? Нет, нет, нет. Если мы сейчас решим, что мы делаем все с переводом, то будет просто последовательный. У нас еще больше участников стало. Сколько у нас? Тридцать пять. Ого. Неожиданно. Ну, я думаю, что мы, в принципе, так, что у нас пять трансляций, да, пошла какая-то? Так. Настя, Настя. И Миссис Суадзи... И мы соединием. И мы с вами, Миссис Суадзи. Доброе утро. Настя, Настя. 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры 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 DimaTorzok И я очень люблю работать в социальных проектов и жизни. Я работаю судьёй и очень люблю работать и участвовать в социальных проектов. Аня, дальше идём? Да, ребят, ещё хотелось бы сообщить для нашей аудитории, кто у нас сейчас присутствует онлайн. Также представьтесь, кто вы откуда, из какого вы города, чем вы занимаетесь и как вы выглядите. Эту информацию можно писать в чат. Можно подключаться и тоже коротко о себе представляться, потому что у нас сегодня много участников, чтобы у нас был такой взаимообмен информационный. Ещё добавлю, что, да, кто-то привидёт. Я хочу рассказать нашу аудиенцию, чтобы представить себя и как они выглядят, и они могут сделать это через чат или связаться с ЛДУ. Ещё хотела добавить, что в конце каждой такой экскурсии мы делаем гугл-карту, в которой отмечаем участников, чтобы после мероприятия было понятно, какая у нас вообще глобальная территория нашей аудитории. Соответственно, вы будете присылать здесь в чат страну, город и как вас зовут, чтобы мы эти данные поместили на нашу гугл-карту участников. Я также хотела добавить, что мы делаем гугл-карту, чтобы узнать, где наши аудитории. Так, отлично. Ребята, у нас уже что-то пишут. Нина у нас написала. Нина Серова from Екатеринбург, Russia. Отлично. Ребята, ждём ваши геометки, геолокации в чат. А также мы всегда рады представить, пообщаться с активными участниками, поэтому подключайтесь. Ульяна. Ульяна. Some people are already sending their location and name, and we would like you all to join us. Я думаю, мы можем, наверное, уже переходить. Да, мы, наверное, можем начинать. Да, просто у нас сегодня экскурсию из благого дела будет вести Олег Фичук. И перед тем, как начнётся экскурсия, мы бы хотели попросить тоже представиться немножко, описать себя. Я думаю, что это не так, что это не так. Переходим тогда, да, наверное, уже? Я вам скажу, что мы будем начать наш тур с Богое Дело, и наш тургайзер будет Олег Вичук. Олег? Да, добрый день, меня слышно? Да. Да, отлично. Да, вас слышно, Олег. Меня зовут Олег Вичук. Сегодня я замещаю Веру Игоревну Симакову, потому что она приболела немного. Я руководитель проектов в некоммерческой организации Богое Дело, которая работает в поселке Верхневенский в Средневековской области. Я буду делать паузу для переводчика, чтобы слышать. Да, да. Наша организация была открыта в 2005 году. И ее история началась с того, что в городе, который находится рядом с нашим поселком, была открыта небольшая театральная студия для ребят с ментальной инвалидностью. И сейчас, спустя 15 лет, мы работаем уже в течение 15 лет, у нас есть свое здание, это бывший заброшенный детский сад, который был построен еще в советское время. В этом здании есть шесть ремесленных мастерских, где ребята работают с натуральными материалами. Это керамика, шерсть, дерево, бумага ручной работы, швейное производство и полиграфия и дизайн. И в нашем здании мы имеем шесть работников, где студенты могли работать с натуральными материалами, как и тюрьмы, тюрьмы, и много других проектов. Кроме мастерских, мы делаем разные социокультурные проекты, в том числе международные. Работаем с образованием специалистов в социальной сфере. Активно из тех пор, мы делаем много событий, связанные социальной обученности. И у нас есть проект по сопровождаемому проживанию. Это три квартиры, где живут ребята из детских домов и так называемых психомеврологических интернатов. И у нас есть три квартиры, где некоторые люди живут с отчетками, и у нас есть три квартиры. Ну и сейчас я начну нашу экскурсию с нашего театра. То есть так как все начиналось с театра, с него, наверное, и начнем. Я переверну камеру. И я начну с театра, как это было первое место, которое начало этот проект. Сейчас мы находимся на втором этаже нашего здания. Вот это такой центр нашего здания. Это большая театральная студия, где у нас работают танцевальная студия, музыкальная студия и наш театр. This is the center of the building, second floor, and it's a quite large room where we practice dances, music, and it's also a theater, like it's three in one. Здесь репетируют музыканты. Here are musicians' practice. And the back behind the chairs, you can see many plastic bags. It's the closest we collected from around the territory from the people where we live in. So we could donate them to other people. But first in our workshop, we fix the clothes, wash them, and oven them. In our dancing studio, they are learning how to dance on a wheelchair or any other dancers that they would like to. This is a place where we have workshops related to design, and in this workshop, I am the supervisor. Here we take drawings of our students and print them on cups, calendars, and t-shirts. And here are some of their drawings. This is very easy, especially for people on a wheelchair, because you only have to do two pushes and the drawing is printed on the cup. We also make lamps from stones such as the one he's showing you right now. The next workshop that I'm going to show you is related to wool. We have around 50 students with disabilities daily visiting our place except they don't on weekends. The unique thing about our place is that we don't really specify the disability that people need to have to work with us. They have to be just above 18 years old and they could try any workshop where they feel comfortable. to do. Here we work with natural colored wool. You can see how they create a sock. There are people not now because they went to creative activities. After lunch in the morning they work 2-3 hours. They work music, dance and art therapy. I'll show you a few pieces. Right now students are not here. They're busy with another activity. But after lunch they'll be having more practice with music. And I'll show you some of the work they did before. We also make different paintings out of wool. About eight people work in this workshop. Usually in this workshop students with mental disabilities work because it's very complex. And now we're going to our sewing workshop. This is our sewing machine 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 I do an excursion so I'm going to microphone. Наши ребята шьют постельное белье, игрушки, и в принципе вот вы опять видите кучу одежды, да, это все тот же проект, который сейчас у нас проходит, сортируют одежду, на ту, которую можно передать людям, на ту, которую нужно отправить в переработку. Это наша вышивальная машина, мы делаем вышивку на футболках, на сумках, на всем, что есть. У нас, в принципе, такая, вот тут, например, видите, можно просто попить, посидеть чаю, вот наши игрушки. Ну, мы не имеем вредно, поэтому здесь есть место, где мы могли, например, взять и взять и взять и взять и взять и взять, и он тоже показывает некоторые игрушки, которые студенты сделали. Игрушки для игрушек рисуют наши ребята тоже, можете видеть зеленый слон. Да, они пока без, да, без лиц, но вот такие вот игрушки. Они сейчас без футболки, но они все равно выглядят хорошо. Да, полностью, собственно, вот это, вот сумочки с вышивкой наши. There's our bags that we're making embroidery on. Да, тоже рисунки придумывают наши ребята для них. And the drawings are also made by our students in design. Также мы делаем национальных кукол, можете посмотреть, вот русские такие. И мы пойдем дальше. На второй этаже у нас всего три мастерские и театры. Ну и также разные административные помещения. Иначе мы идем дальше на первый этаж. as right now we were on the second, where there were only three workshops, the theater, and some admin offices. На первом этаже у нас есть специальный подъемник для тех ребят, кто передвигается на инвалидных колясках. То есть это специальное кресло, которое помогает без проблем подняться на второй этаж. На первом этаже у нас есть специальный сад для людей с проблемами на велосипеде, чтобы они могли, как бы, идти вперед. В этой мастерской, ребята. У нас тут... Связь, ты, валах, было не очень слышно. В этом, ты скажешь, что? Социальная бытка. Слышно? Олег, немножко пропадали, вы зависали. Вот сейчас вроде бы получше. Можно еще разок? Слышно? Вроде, да. Ну, пишут, что у вас низкая пропускная способность у интернета, видимо, поэтому немножко вылетаете. Сейчас вроде слышно. Сейчас опять не слышно. Олег, двигайтесь ближе к ролл-туру. Экскурсии. В сторону сигнала. Сигнала. Все подвисли немножко. Алло, меня слышно? Да, Олег, сейчас я слышно. Слышно, вроде бы, да. Картинки только не видно. А, не видно? Ну, на первом этаже плохо выглядит. Сейчас видно? Видно картинку? Видно. Да, сейчас и видно. В общем, это социальная бытовая мастерская, где ребята учатся готовить разные блюда. И мы тут обедаем и ужинаем. И встречаемся на разных учреждениях. В этом учреждении, наши студенты учатся, как приготовить разные блюда. Это наша большая рыба, зовут ее Афанасий. Так, идем дальше. Сейчас мы с вами идем в керамическую мастерскую. Сейчас мы с вами идем в керамическую мастерскую. Это керамическая мастерская, да. Тут ребята делают керамику разную. Вот это Женя, мастер. Женя, помахай рукой. Спасибо. Да, это Сема. Сема у нас любит слушать разную музыку. Это Сема. Тут мы делаем разную керамику. Тоже собственного дизайна. Мы делаем разные блюда и дизайны, и дизайны тоже из наших студентов. Здесь вы можете видеть красивые дизайны на блюда. Вот, идем дальше. Мы продолжаем нашу тюрьку. В общем, это... Это керамические печи, да, где мы обжигаем продукцию. Здесь есть керамические овенки, где мы поставили на плать. Чтобы вы можете дыраться. Штучки готовые, обожженные, разные. Сейчас я проверю, работает ли бумажная мастерская. Сейчас я вам покажу, что мы делаем. Да, у нас есть еще... Сегодня, к сожалению, она не работает, но я вам покажу тоже, что мы делаем. Да, это наш такой маленький магазин, где представлена разная продукция. Это наш маленький корень, где мы делаем различные продукты. Керамика. Из дерева. Из дерева, из дерева и керамики. Керамика. Да. А вот продукция нашей бумажной мастерской. Мы делаем бумагу ручной работы. В переработку идут обычная бумага, которая использована на принтерах. Плюс сухие листья и цветы, которые мы собираем в лесу рядом или в нашем саду. Да, еще мы делаем разные витражи. То есть это стекло с деревом. Мы также делаем стекло с деревом. Из дерева и дерева, с керамики. Много продукции из шерсти. Здесь есть какие-то продукты. Спасибо. И мы можем открыть. Открыть. Тут у нас кабинет деграфируется для магазина. У нас есть свой интернет-магазин, который работает уже к ней 3 лет. И мы бы заняли это павелнию, который работает для последних 3 года. Извините, Олександр. Звук немножко прерывается. Да, плохо слышно было. Сейчас слышно? Да, вроде слышно. Это наша сполярная мастерская. Ребята делают разных ангелов. Это наш фирменный середик. Это еще один из работников, где ученики делают разные ангелы. Вот даже девушки работают. Настя, привет. Это работа женщины. Валера, что делаешь? Валера, делай ангел. Он говорит, что он сделает другую ангел. Мастерская у нас поделена на такие три зоны. Это зона, которая защищена от шума. То есть не слышно, как работают станки. Это зона. Это зона. В этом workshop divided into areas. И в первом месте, который был показывать, если двое закрыто, то звук не выйдет. потому что они довольно громко. Здесь у нас есть помещение, где работают резчики. Так, сейчас немного прогуляемся. Это у нас такой маленький парк. В прошлом году мы сделали благоустройство, сделали тропинки для людей передвигающихся на инвалидных колясках. Есть дорожка на пригорок, то есть можно заехать, посмотреть что-то наверху. И в этом направлении у нас находится пандус. Можно свободно зайти в благое дело, без особых проблем. На этой стороне у нас есть специальный слайд-ап для велосипеда. Это наш арт-объект. Сейчас мы с вами пойдем в наш садик. То есть в саду работают ребята в огороде, сажают овощи, разную зелень. Мы идем в наш садик, где студенты plant разные деревья. Что-то не слышно. Пропали, Олег, совсем не слышно. Пропали, Олег, совсем не слышно. Но в основном мы тут также выращиваем капусту, картошку, помидоры, огурцы. Все идет потом в нашу социально-бытовую мастерскую. Из этих продуктов готовят обеды. Обычно мы планируем капусты, томаты, посетители. И потом мы используем посетители для приготовления в нашу социально-быточку. И также используемся для декорации другие продукты, которые мы делаем. Вот сделана тоже дорожка, чтобы ребята могли спокойно тут ходить. Мы также сделали садик, чтобы люди на месте могли бы двигаться между зданиями. Это Елена, она помогает нам. Садом. Да. Она помогает нам садом. Да, тут тоже у нас есть беседка, где сейчас работают ребята. Они перебирают вещи, срезают замки, пуговицы, все лишнее, чтобы отправить на переработку. Пока теплая погода, стараемся работать на улице. Да, тут у нас есть фонтан. Обычно летом мы включаем. Здесь у нас есть фонтан, который обычно работает в сентябре. Этот фонтан сделали студенты, которые приезжали на наш семинар. То есть они как раз изучали, как вода взаимодействует с камнем. И сами из бетона сделали нам такой замечательный подарок. Участник с камнем. Они учились об оборудовании и как вода и ручка связаны с другом, или что-то такое. Так что они создали фонтану как память о них, и о их встрече. На втором этаже гостевые комнаты. На втором этаже гостевые комнаты. У нашей организации есть еще один официальный сотрудник. Зовут его Вася. Вот можете на него посмотреть. В нашей организации у нас есть другой сотрудник, его имя Вася. И вот он. Вы можете посмотреть на него. лет семь назад и продолжает в наглую жить у нас в доме. He's just a stray cat that came to our organization 10 years ago and just stayed. Вы не пугайтесь, я онлайн-экскурсии провожу просто. He tells the students not to be afraid because he's making a tour. в общем тут у нас зал где ребята занимаются арт-терапией, играют на музыкальных инструментах на терапевтических, делают разные перформансы. В общем есть экран чтобы проводить семинары, есть разное мультимедийное оборудование. Это такое домашнее музыкальное место. Очень много гитар. Место чтобы попить чаю. Это место у нас много гитар. И в округе можно купить чай. Ну на этом пожалуй все. У нас есть еще культурный центр, который сейчас... В нем делается ремонт. То есть это бывший магазин. Он находится недалеко от благого дела. У нас уже почти закончился, но у нас также есть культурный центр. Но я не могу показать вам сейчас, потому что это ремонт. Полтора года назад нам подарили здание. Оно тоже разрушенное пока, но мы потихонечку его ремонтируем и планируем, что в поселке откроется такое место, где можно будет посетить концерты, мастер-классы, посмотреть кино, послушать разные лекции. Ну вот на этом пожалуй все. Если у вас есть вопросы, можете задавать. Ну вот, это конкретно. И если у вас есть вопросы, вы можете спросить. Очень все здорово и великолепно. Хочу спросить, сколько у вас ребят и сколько обслуживающего персонала фактически. Вот такая пропорция. Спасибо. Он спросит, сколько у вас ребят и сколько обслуживающего персонала. То есть всяких там учителей и так далее. У нас 30 сотрудников, но еще мы привлекаем дополнительно людей с города, потому что у нас основная тренировочная квартира находится рядом в городе. А ребят приходит от 50 до 70 человек по-разному. Потому что кто-то любит работать каждый день, кому-то удобно приезжать там раз в неделю, кто-то просто раз в месяц приезжает. И от взаимодействие. У нас примерно 30 сотрудников, кто-то из города и от других мест. И у нас есть около 50 до 70. Потому что не все любят работать каждый день. И мы любят приходить несколько раз в неделю, некоторые в неделю и некоторые в неделю. И некоторые в неделю. Тоже вопрос, есть коллегу. Вы сказали, что у вас, ну, и показали нам очень много мастерских, а ребята, которые у вас занимаются, они, ну, получается, сами могут выбирать, что им интересно, или у них есть определенное расписание, чтобы они каждой деятельностью позанимали? Да, изначально, когда к нам приходит человек... Вопрос переведут. She was asking, if the students could choose the workshop they want, or there are specific requirements that they have to have to enter a specific workshop. Изначально, когда к нам приходят ребята, мы даем им возможность самим поработать в любой мастерской, да, и выбрать что-то для себя. Когда такой выбор уже произошел, уже выстраиваем такое расписание удобное для него, когда он полностью занимается, например, в одной мастерской. Ну, at first, we give our students a chance to try to work in every workshop, so they could choose the one they are most comfortable with, and the one they like the most. And then, after they make the choice, we could schedule, so they could be working in that workshop all the time. And it depends on the person, if he really enjoys the workshop he's in, so when he gets more experience, he could go to the next level and be more professional in what he's doing. Да, иногда ребята сами просто не хотят, ну, меняют мастерские, и все как бы начинается заново в новой мастерской. Вот. И, ну, вот этот период у всех по-разному. Кто-то, ну, в основном люди без ментальной инвалидности, да, у них этот период очень быстрый, они обучаются несколькими операциям, да, и мы уже пытаемся их трудоустроить в наши мастерские, где они получают за каждый сувенир заработную плату. А ребят с ментальной инвалидностью, да, им, в принципе, особо не нужны, да, какие-то средства материальные, поэтому они в этом плане более свободные, они постоянно меняют мастерские, постоянно меняют творческие студии. Ну, это зависит от тех, кто-то, потому что на уроке, они любят с учебной инвалидностью, когда они пытаются один, в том, что они не могут быть комфортивны, и люди с несколькими из проблем с несколькими, которые часто приятны, и за каждой продукт они делают, они получают больше денег, но люди с несколькими, они обучают деньги, поэтому они обучают массивные, нет пока больше вопросов anyone has other questions олег спасибо большое за презентацию было очень интересно такая обширная была экскурсия честно говоря неожиданно я вот слышала про благое дело но тут вот впервые увидела ваши масштабы и действительно вы делаете по-настоящему благое дело а теперь мы продолжаем анечка ну как мы будем делать самопрезентацию участников или сразу же поедем в египет я думаю что мы можем сделать с нашей стороны несколько может быть из египта попросить тут участники просили дать пример поэтому я думаю что мы можем представиться для начала только давайте наверное ульяна устала переводить у нас в принципе подключилась марина марина вы с нами так марина they want to continue the tour but anna is asking if we would take a break so that some audience could present themselves марина сможете да немножко нам попереводить сейчас да конечно конечно отлично тогда мы сейчас сделаем небольшой перерыв между экскурсиями и сделаем такую самопрезентацию организаторы покажут пример то есть обязательно с тифло-комментариями а дальше мы попросим нескольких участников тоже сделать такую самопрезентацию о себе давай Анечка, начинай сейчас мы будем делать and I have a question yes, we are going to have a break between excursions between tours and now we are going to make self-presentation with tifla-commentary as well now we are going to show you an example how to do that and if you are welcome Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... мастерские, проводятся занятия в этих мастерских. Расскажите поподробнее. Это вопрос ко мне, да, как я понял? Да. Думаю, да. Ну, смотрите, у нас в основном наша организация действует как дневной центр. В основном, мы работаем в дневном часе. Дневном часе. Ребята приезжают сюда с 10 до 6. Так что люди, которые приходят к нам с 6 до 6 в час. С 10 до 6. Так что они приходят к 10 и заканчивают к 6. Хорошо, спасибо. И дневная 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 дневная? И сколько продолжительность занятий вот таких вот, какова в часах? Ну, в основном они полдня в мастерских, но с перерывами, да, и в принципе у нас такая свобода, то есть если человек устал там или не хочет работать, он может спокойно пойти, посидеть там где-нибудь в зале, в саду. То есть только те, кто именно трудоустроен, да, вот мы с ними стараемся прям соблюдать определенный график, потому что, ну, они хотят зарабатывать деньги именно. Конечно, конечно, конечно. Конечно, это очень индивидуально. Обычно они занимаются половиной часов на работе, но если, например, они плачут, они берутся. Но они хотят оставаться в работе долго, потому что они хотят зарабатывать деньги, чтобы зарабатывать деньги. В основном это все ребята, у кого есть родители, но у нас есть официальный проект, сопровождая желание, это три квартиры. В основном мы работаем с родителями, которые имеют родителей. В основном мы работаем с родителями, которые имеют родители, которые имеют родители, которые имеют родители. В основном мы работаем с родителями. Эти мастерские, еще один вопрос, они бесплатные для детей? Ну да, у нас не дети, у нас взрослые. Взрослые, для людей, да. Да, они свободны, они свободны, они не платят никакого денег. Да, единственное, мы собираем небольшую сумму на разные хозяйственные расходы, типа туалетной бумаги, мыло, и прочие вещи. Да, единственное, мы пытаемся собрать какие-то деньги для родителей, инвентарные вещи, типа туалетной бумаги, напкины. Да, всю зарплату наших сотрудников мы стараемся закладывать в разные гранты. Я сам их пишу, очень много постоянно их пишем, потому что постоянной поддержки от государства в России пока никакой нет. К сожалению, мы не имеем никакого поддержка от нашего государства, только постоянной базы, но мы получаем гранты, и используя эти гранты, мы платим зарплаты к нашим, ну, к нашим, к этому народу. Да, и у нас есть проект по сопровождаемому проживанию, где мы пытаемся вытащить ребят из психоневрологических интернатов и домов для престарелых инвалидов, да, вот в обычную жизнь. Мы пытаемся вытащить людей из психоневрологических интернатов, и из больных домов для того, чтобы они были активными, чтобы они были активными гражданами. Первый этап – это тренировочная квартира, да, где ребята в течение двух месяцев живут небольшими группами, до шести человек, да, и обучаются обычным вещам, в принципе, это как готовить еду, как стирать одежду, как ходить в магазин, как ухаживать за собой. Мы имеем специальные апартаменты, где мы, за первые два месяца, они стоят в комнате, шесть человек в комнате, и они учатся, как приготовить, как приготовить базовые вещи, как получить базовые скилеты. А дальше уже возникает большая проблема, потому что в основном ребята, те, кто живут в интернатах, да, они привязаны к этой государственной системе, у них нет своих квартир. И, к сожалению, на сегодняшний момент у нас удалось только двух девушек забрать оттуда, полностью, вплоть до того, что они купили сами себе квартиру, сейчас живут в Верхневенске. И трое сейчас, мы их перевели тоже на второй этап, это мы просто сняли для них квартиру тоже в поселке. И, к сожалению, на второй этап, мы face some problems, потому что эти люди, они стоят в hospitals, они стоят в специальных клиниках, и они не имеют никакого места, чтобы жить. И да, и сейчас мы написали большой квартир. И сейчас мы разработали проект, который выиграл президентский грант. И сейчас мы разработали проект, и мы получили президентский грант. И мы думаем, что с помощью этого государства мы можем поступить. Мы можем поступить. И этот проект, мы как раз надеемся, нам поможет написать разные методические рекомендации для Министерства Социальной Политики, в том числе. Чтобы показать нашу модель как альтернативу закрытым учреждениям. И выстроить вот этот переходный маршрут от интерната до собственного самостоятельного проживания. Но все равно при минимальном участии специалистов. И мы решим, что мнеось software, чтобы новый pyramid –vasierten жителей, урн globalated жителей. И, вы понимаете, ouvir всю жизнь? Я понимаю. У вас прекрасный проект, который вдохновляет, который вселяет надежду, и мы вам желаем всего наилучшего, успехов, потому что действительно это удивительный проект, и президентский грант, и Бог вам в помощи, и президентский грант вам тоже в помощи, мы думаем, что это вам поможет. Президентский грант не означает конкретную поддержку президента, это просто фонд, поэтому все равно мы должны все сделать сами. Президентский грант просто фундамент, не имеет денег. В общем, административных ресурсов со стороны государства, да, ты должен с ним сам выстраивать все связи. So, all connections and all resources we must make by ourselves, we should provide by ourselves. So, that is very strange, but it is true. Good luck, good luck. Good luck. Best of luck. You need it, you need it, definitely. You need it, what? Не расслышала. Пропала. Definitely, you need it, definitely. Хорошо, друзья, мы продолжаем. Я думаю, что мы переключимся сразу на Египет, раз уж у нас от Суат было так много вопросов, и я думаю, что будет логично перейти к Village of Hope. Да, сейчас мы перелетаем из России в Египет. Мы перелетаем из России в Египет. Момент, да, я думаю, что мы говорили, что у нас ISL нам поможет переводить, поэтому я думаю, что может пока поменяться снова. Да. ISL? ISL? Да, ISL. Отлично. Отлично. Аня, можно мне? Да. Можно, да, Аня? Аня. Да. Для тех, кто в онлайне смотрит, есть такая фишка, чтобы не переключалось во время демонстрации экрана на переводчика, сделайте, закрепить видео. И у вас постоянно будет видео того человека, который показывает, вы будете все слышать. Спасибо. She gave some advance for Zoom. Может, там потом, когда это пишут, что надо. Я думаю, можем начинать. Надо, please turn on your sound. Надя, can you turn on your sound, please? Нет, звука нету, надо пока. А, есть, все, супер. Отставь. Я готова вам рассказать о потрясающем проекте в Египте. То есть. Мы начнём с предопределением приходит в египте. Отдакnan. Мы будем совхотом. Отдакан. Отдакан. Отдакан сestäрием. Ададна. Саад, excuse me. Please, small pause for translation. Продолжение следует... Наш центр для людей с ограниченными возможностями, куда они приходят и через некоторое время возвращаются с родителями обратно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Они могут печь какие-то сладости, например, и другие действия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Варина, можете подключиться, пожалуйста? Да, конечно, я подключаюсь. Варина, вы будете заниматься культивацией земли, земля специфическая, которую нужно обязательно готовить к выращиванию различных растений. После того, как вы ее удобряете, после того, как вы ее почву подготовите, вы можете, в принципе, выращивать другие растения. И мы выращиваем из наших собственных растений. Мы не используем генетически инжинированные растения. Мы выращиваем наши собственные растения, в этом месте. Теперь мы можем подключить другую растения. Ваши другие растения. Неда, где вы хотите взять? Ваши. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok У нас здесь все оборудование, и производим хлеб, и различные типы овощей. Мы можем производить хлеб собственного изготовления и другие. У нас специальное помещение, специальное приспособление для выпекания. Мы делаем из хлеба сухарики, например, мы можем сделать измельчаемые. Мы можем сделать измельчаемые. Мы разговариваем с ним с собой. Мы можем сделать измельчаемые. На арабском языке. Мы можем сделать измельчаемые. Это еще один измельчаемых. Бананы, лимон. Бананы. 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 Вы можете производить бананы? Спасибо. Бананы. 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 Мы производим, у нас вот живут коровы, для них они производят давления органические, чтобы их кормить, чтобы они давали молодых годов. Это для нас, и вы производите фертуоз, и вы производите фертуоз, и вы производите фертуоз, или вы? Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И тем временем мы будем подводить итоги. И мы рады бы услышать обратную связь от нашей аудитории в Зуме. Ну, у нас Нина Серова написала, что очень интересно было в чате. И Ангелина Терещенкова, прошу прощения, если не туда ударение поставила, тоже написала. Спасибо за возможность побывать в таких замечательных местах, как ваши центры. Безумно интересно и полезно. Пока у нас участники думают, может быть, какую обратную связь дать, я думаю, что мы можем показать нашу карту участников. Мы ее регулярно пополняем. Хочется, я разогналась, кто переводить-то будет. И вот сейчас, ladies and gentlemen, our коллеги, мы будем показывать вам, чтобы вы показали вам, что-то есть, with map of geotechs this is the our international map of volunteers of white cane and we every time put here some more participants so if you can see we can push the button here and see the picture of the participant and from which country is this volunteer what does he do the age and hobby and job so exactly for being involved in this map we're asking from you to send information about you in chat of zoom and we will put information about you also to our map of volunteering ребят поэтому для того чтобы попасть вот в эту вот удивительную карту волонтеров белой трости мы тоже вас просим оставить информацию о себе в чате зума и мы также можем вас добавить в эту карту карту мы регулярно пополняем карте представлены волонтеры белой трости с разных стран с разных мероприятий здесь можно вот какая аня показывает кликать на значок там появляется фотография участника род деятельности участника и какую волонтерскую деятельность участник выполняет вот вы видите например нину сирову который у нас тоже принимает участие мероприятие поэтому оставляйте свои данные мы вас обязательно тоже добавим оставляйте свои геометки у нас также в чате татьяна пишет спасибо искренне за возможность принять участие в таком прекрасном и познавательном общении совет руководителей молодежной единства балакова нам передает привет спасибо балакова как раз участвует в том же международном российском конгрессе в рамках которым мы проводим эту экскурсию поэтому очень приятно что включаются все очень приятно всех видеть кого мы знаем и кого не знаем частности татьяну я тоже знаю очень приятно ну что ж ребят мы будем подводить итоги данного мероприятия поэтому спасибо всем участникам всем организаторам давайте перечислим наших партнеров мероприятия спасибо большое некоммерческих организаций благое дело village of hope египет кинальчеркассы брэнч офф тольятти медикал колледж кинальчеркасс 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 ки юра федерал университет уральский федеральный университет globe for all and international information project about affordable tourism and travel without various проекта globe for all международный информационный проект предоставляющий туризм и путешествие людей для безбарьерной среды и ллс institute of management design and competitive strategies и институту менеджмента и дизайна uh competitive strategies стратегии забыла что такое конкурентных стратегий вот это были наши партнеры that were our partners and thanks to all the organisators and partners for this interesting event yes and thank you very much nada and shot for unreal excursion and i think it's really important and um really important work which they do and um thank you for opportunity to see your work and to your place thank you thank you thank you for the wonderful excursion thank you very much спасибо большое всем участникам что вы к нам подсоединились что провели с нами эти два часа я думаю что это было интересно немножко связь всегда подводит но это нормально вот поэтому если у вас есть какие-то предложения или просто хотите дать обратную связь но постеснялись сейчас при всех всегда можно написать организаторам и сказать свое мнение об экскурсии я думаю тогда мы будем заканчивать всем большое спасибо всем большое спасибо и до новых встреч обязательно увидимся вживую спасибо до свидания всем спасибо всем до свидания очень приятно было всех до свидания